Татьяне День Татьяна Римской. Это удивительная святая, которая является примером того, как хрупкая, молодая женщина подчас может оказаться мужественнее, сильнее, крепче сильного мужчины. И святая мученица Татьяна родилась в Риме, потому и называется Татьяной Римской. Там, в этом городе древнем, она провела свою жизнь. Родилась она в семье богатой, знатной и при том христианской, что для того времени было не так часто. Ее отец занимал видное положение в системе римской власти, неоднократно был консулом. И при этом это были верующие люди, которые приняли христианство, поверили во Христа и в этой вере воспитывали свою дочь Татьяну. Она с детства получила вот такое воспитание христианское и решилась свою жизнь как жертву принести Христу. Она отказалась добровольно от радостей замужества, материнства и решила сохранять девство для того, чтобы всю себя посвятить Христу, подобно тому, как это делают монашествующие. В то время института монашества как такового еще не было. Это было начало третьего века, еще не сформировались монашеские общины. Но люди горящего духа, которые хотели бы всего себя до конца посвятить служению Богу, молитве, служению близким, такие люди были. И вот такой была Татьяна, избравшая путь девства. Она принесла Богу обет целомудрия и именно вот таким образом решила свою жизнь проводить. И вот в 222 году к власти в Римской империи пришел император Александр Север. Он развернул жестокие гонения на христиан, и многие святые мученики пострадали во время этих гонений. И вот среди них пострадала и святая мученица Татьяна. Она проявила удивительную стойкость, удивительное мужество, удивительную верность. Прошла через страшные испытания, мучения, пытки, издевательства. И укрепляемая от Бога сохранила верность до конца. Она предпочла вытерпеть все эти мучения, предпочла, в конце концов, и жизнь свою отдать за Христа. Но только вот не стать предательницей, только не отречься. И после многих пыток и мучений она вместе с некоторыми другими людьми, в частности со своим отцом, была предана смерти через отсечение головы мечом. Это произошло 12 января 226 года, по окончанию первой четверти третьего века. Одна из ранних христианских мучениц. И вот она является, может быть, особо почитаемой мученицей. И, может быть, особенно даже на Руси. Для нас, для чад Русской Православной Церкви, имя святой мученицы Татьяны очень тесно связано с студенчеством, с университетом, с знаниями, с наукой. Почему? Дело в том, что именно в этот день, 25-го, по новому стилю, по церковному календарю, который тогда был повсеместным, 12 января 1755 года, в середине 18 века, императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского императорского университета, которого сейчас мы знаем как МГУ, Московский государственный университет. И в связи с этим, поскольку именно в День памяти святой мученицы Татьяны был подписан этот указ, и храм университетский посвящен ее памяти. А значит, этот день, День мученицы Татьяны, стал праздником, главным праздником в году для всего университета, для преподавателей, для студенчества. И потом как-то это вот пошло, и студенты стали праздновать и других вузов. И таким образом вот возникла традиция праздновать Татьянин День как День студенчества. В этот день был создан Московский императорский университет, Московский государственный университет, МГУ. Татьянинский храм — это главный храм МГУ. И этот день стал Днем студенчества. И, с одной стороны, это вот такая историческая случайность. Вот могла бы императрица подписать и в какой-то другой день, может быть, указ о создании университета, и, может быть, какой-то другой был бы тогда и покровитель студенчества. Но для верующего человека случайностей не бывает. И, конечно, есть большая связь между мученицей и между тем, что именно ей мы молимся о студенчестве, именно ей молятся студенты, именно День ее памяти считают особенно важным для себя и студенты, и преподаватели, и все те, кто связывают свою жизнь с преподаванием в высших учебных заведениях «Какая эта связь? Почему именно этот день, Татьянин день, стал Днем студенчества?» Кроме вот такой исторической как бы случайности, что еще связывает мученицу и студенчество? Этим вопросом задавался святитель Филарет Московский. В 1851 году, примерно через сто лет после подписания указа о создании университета, когда уже традиция отмечать Татьянин день, как День студенчества, стала повсеместной, святитель Филарет совершал богослужение в Татьянинском храме, в престольный день этого храма. И вот он в своей проповеди в этот день задавался этим вопросом, говорил, есть ли какое отношение между обители знаний и мученицей, между мудростью и мученичеством? То есть обитель знаний — это что такое? Это и есть Московский императорский университет, там, где люди ищут мудрости, ищут знаний. Какое отношение между обителью знаний, между университетом, между студенчеством и мученицу, между мудростью и мученичеством? И дал ответ на этот вопрос святитель Филарет. Ответство есть, есть такое отношение. Мученик есть сын мудрости и уже не младенчествующий. Мученичество есть род мудрости и очень ненизкий. Вот так говорит святитель Филарет Московский. Оказывается, мученик в своем страдании за веру, за верность Богу, его заповедям, его учению, оказывается, достигает какой-то особенной мудрости. Той же, который ищут студенты, проводя многие часы, дни, месяцы, годы за партами в том или ином учебном заведении или какой-то другой мудрости. Вот если мы обратимся к истории мученичества, мы увидим, что действительно именно мучеником Господь, который сам есть истинная премудрость, открывает особые тайны. То, что кому-то дается через долгие годы обучения, занятий, кропотливого ученического труда, мучеником открывается. «Отдай кровь и прими дух», есть такое выражение христианское. И вот люди, которые отдавали кровь, они действительно принимали дух, и дух открывал им удивительные тайны нашего мироздания. Еще в Ветхом Завете мы знаем, что многие пророки оканчивали свою жизнь как мученики. Им, пророкам, Господь открывал какие-то особые тайны, им Дух Святой через них говорил. Мы верим, что Дух, глаголовший во пророках, Святой Дух, то есть Он, Святой Дух, говорил через пророков. И знаем, что многие пророки окончили свою жизнь мученически. То есть вот эта мученическая кончина и открытие каких-то особых тайн связаны между собой. Особенно явно мы это видим из истории маковейских мучеников. В II веке до н.э. Антиох Епифан развернул немыслимые гонения в Иудии, в Израиле. Каждого еврея, израильсянина, заставляли отречься от веры, от исполнения закона ветхозаветного. А тех, кто отказывался от этого, предавали пыткам, жестокой расправе. И вот подробно рассказывается о страдании семи маковейских брасьев в VII главе II Маковейской книги. Их заставляли есть еду, которую запрещено было вкушать с точки зрения закона ветхозаветного. И они предпочли умереть, претерпеть страшные пытки, умереть как мучники, но не приступить к Божью заповедь. И вот во время мучений каждый из этих братьев произносил какую-то особую фразу. И мы понимаем, что это не случайно, а что Дух Святой открывал им особые тайны, которые они могли вот так явно, четко высказать. Почему это откровение происходило? Почему такая мудрость вдруг просыпалась в этих братьях? Конечно, как ответ на мученичество. Они говорили о существовании загробной жизни, о разной участи для праведных и для неправедных, о всеобщем воскресении, причем не просто каком-то абстрактном воскресении, а телесном воскресении. «Ты, мучитель, отнимаешь у меня члены моего тела», говорил один из братьев. «Но верю, что Бог вернет мне их, поэтому бесстрашно даю тебе эти члены тела на растерзание». Когда были умершлены почти все братья, остался один, мучитель Антиох Епифан обратился к матери, которая наблюдала все эти страдания, и сказал ей, «Один остался сын, уговори его, чтобы и он не стал мучеником, чтобы и он не погиб». Она действительно обратилась к младшему сыну и на родном языке, то есть на древнееврейском, на еврите, обратилась к нему. Антиох Епифан не понимал, что она говорит. И она уговаривала его. Но не отречься, не сохранить свою жизнь, она уговаривала его быть таким же мужественным, как братья. И сказала ему, «Посмотри на все, что вокруг тебя, на небо и землю, все, что на них, и познай, что Бог все сотворил из ничего. Будь верен Богу. Не отступайся от Его заповедей, от Его законов». Вот это и еще кое-что говорила мать маковейских мучеников, уговаривая младшего сына, чтобы и он не стал предателем, а был бы верным до конца, даже до смерти, как и его старшие братья. И оказывается, ей вот в ее мучении, в ее страдании, а она страдала не меньше, чем сами сыновья ее, наблюдая за их казнями, тоже ей открылась удивительная премудрость. Все сотворено из ничего, небо и земля, все, что на них. Так явно нигде больше в Библии об этом не говорится. Ей была открыта эта тайна в момент ее мучения. Вот таким образом из истории маковейских мучеников, да и других святых мучеников, мы знаем, что Господь открывает особые тайны мученикам, особую премудрость. В Евангелии есть такие слова. Господь говорит, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстом, ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Когда мы открываем книгу «Деяния святых апостолов» 7 главу и читаем о том, как пострадал уже христианский первомучник, архизиакон Стефан, первый, кто в Новом Завете принял смерть за свою веру, уже христианскую веру, то мы можем прочитать, как исполнились на нем эти слова. В момент мучения святой, первомучник, архизиакон Стефан имел особое откровение. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Богу, и сказал, «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Богу». Небо отверзлось для архизиакона Стефана в момент его страдания. Особые откровения имеют святые мученики, особую мудрость. Подобным образом Господь и многим другим древним мучникам открывал особые тайны. Один из древнейших мучеников, Игнатий Богоносец Антиохийский, он прямо связывал свои грядущие страдания и способность к тайнозрению. В послании к тролийцам он писал так, «Верьте мне, я в узах и могу понимать небесное и степени ангелов и чины начальств». Вот так особая премудрость открывается святым мученикам. Сам Господь говорил об этом в Евангелии. В Евангелии от Луки есть такие слова. «Прежде же того всего возглажат на вас руки, будут гнать вас, предавая в синагоге и в темнице, приведут перед цари и правители за имя мое». Будет же это вам для свидетельства. Свидетельство и мученичество – это одно и то же слово на греческом языке. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые невозмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. И вот это обетование Божие исполняется во всех святых мучениках. Особую премудрость дает Господь тем, кто кровь свою проливает за веру, за верность Ему. И премудрость эта, которая открывается мучникам, часто доступна не только самим мучникам, но и другим, кто взирает на их страдания. То, что, скажем, небо и земля, и все, что на них сотворено из ничего, было открыто матери маковейских мучеников. Но это откровение доступно всем нам. И вот святитель Филарет Московский, продолжая свою проповедь, говорит, «Жребие мученичества не для всех, но мученическая мудрость не для одних мучеников. Она спасла и прославила их и свесит всем на пути истинной спасения». Само слово «мученик» по-гречески «мартирус». свидетель. Мученик свидетельствует о правде Божией своей жизнью, своей смертью. И вспоминая того или иного мученика, вот мученицу Татьяну, например, мы призваны услышать это свидетельство, вглядеться в эту правду, ту правду, ради которой жизнь свою отдает человек, жизнь свою отдала эта юная и прекрасная девушка, святая мученица Татьяна. Вот она была такой свидетельницей о правде Божией. Она мученица, значит, она свидетельница. Она с детства была приобщена ко Христу, к источнику всякой истинной мудрости и стяжала мученический венец, обретя его путь, истину и жизнь. И вот в день памяти мученицы Татьяны я думаю, что все те, кто считают себя особенным образом связанными с этим днем, студенты, будущие ученые, преподаватели, призваны искать мудрости, стремиться к истине, искать правду. Этот поиск истины часто бывает очень непрост, сопряжен с разными испытаниями, терниями, не для каждого жребий мученичества, но каждый должен какой-то свой крест принести. и поиск истины, он очень часто бывает таким очень непростым. Святейший Патриарх Кирилл сказал однажды, мы живем в мире, где правда переплетена с ложью, где иногда очень честные и порядочные лозунги используются для оправдания зла. И вот, чтобы найти правду, отделив ее от лжи, приходится огромные усилия прилагать и действительно часто и подзвук какой-то совершать. Настоящая правда открывается нам именно через подзвук мучеников. И вот, наверное, поэтому память мученицы Татьяны стала днем особого празднования для будущих ученых, для тех, кто призван искать истину, правду, для студентов Московского Государственного Университета и иных вузов. Все мы, все студенты будем всматриваться вот в подвиг мученицы Татьяны и в этом свете стараться увидеть подлинную правду. Для настоящего ученого необходим подвиг, в каком-то смысле даже похожий на подвиг мученичества, подвиг отречения от себя, ради правды, ради истины. Ученый не может под свои интересы подгонять какие-то свои изыскания. Если факты противоречат моей теории, то чем хуже для фактов есть такая грустная шутка. Нет, настоящий ученый опирается на истину такой, какая она есть. Нравится это ему или не нравится. Должен отрекаться от себя. И вот дай Бог, чтобы наше студенчество по молитвам, представительствам мученицы Татьяны, вдохновляясь подвигом этой мученицы искала бы вот такую правду через самоотречение, через тернии какие-то, через подвиг, через внесение креста, чтобы благодать Божия умудряла и помогала отличать правду от лжи и от всяких примесей, которые делают эту правду не совсем правдивой. И дай Бог, чтобы поиск знания истины, правды, иногда земной, вот как устроен мир вот здесь, вокруг нас, был бы частью того пути для наших студентов, который ведет к истине с большой буквы, к самому Христу, который есть путь, истина и жизнь. Пусть мудрость, вера, верность, страх Божий, который есть начало премудрости, все то, что в такой полноте имела в себе святая мученица Татьяна, будет сопутствовать всем нашим студентам. Вот этого хочется пожелать в день памяти святой мученицы Татьяны. Моли Бога о нас, о нашем студенчестве, о наших преподавателях, святая мученица Татьяна. Вот об этом хотелось сказать в день ее памяти. Это видео мы записывали для библейского портала Экзегет. мученица. PRONTА